Здравствуйте, добро пожаловать на портал Немроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Я продолжаю снимать цикл лекций по неврозам, паническим атакам, вегетативным проблемам и психотерапии. Хочу зачитать опять некоторые вопросы, которые мне пишут вконтакте и на почту. Пишет мне Максим. Здравствуйте, Алексей. Расскажите, пожалуйста, так надо ли искать внутренний конфликт или не надо? Я смотрел большинство ваших лекций и, если честно, немного запутался. В одних лекциях вы говорите, что внутренний конфликт есть, его надо искать. Объясните, как он вообще выглядит и как он создается и что надо с ним делать? Спасибо. Спасибо, Максим, за вопрос, сейчас я отвечу. И второй вопрос от Елизаветы. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Я потеряла смысл жизни. Я не знаю, какое мое предназначение. Я не могу реализоваться. Я пытаюсь найти, материализую что-то там, но не получается. В общем, про смысл жизни, да, Елизавета? Окей, хорошо. Давайте я об этом скажу. И параллельно я расскажу о тех семинарах, которые проходят в Москве, в Санкт-Петербурге. В Москве за последний месяц прошло два семинара, всего 4 дня, 32 часа вживую я проводил семинары по когнитино-аналитической терапии и панических, тревожных, фобических, депрессивных расстройств. Первая группа у нас было 11 человек, или 12? 12. И вторая группа была у нас буквально несколько дней назад. Спасибо вам всем большое, кто прилетел в Москву. Прилетали ребята из Иркутска, из Омска, из Минска, из Калифорнии, Сан-Франциско. Спасибо вам огромное, ребята, за то, что прилетели на эти два дня в Москву. Спасибо вам большое за обратную связь. Я искренне старался объяснить вам те проблемы, которые с вами происходят. Помимо этого я приглашаю всех желающих на семинар в Санкт-Петербург 30-31 мая в клинику лечения депрессии и фобии. Клиника великолепная, где работают мои друзья и коллеги. Я подробно об этом расскажу чуть позже. Пожалуйста, записывайтесь по телефону 8495 201 5319. Это лично мой телефон. Позвоните. Если вы живете в Санкт-Петербурге или готовы прилететь в Питер на эти выходные, я вас с радостью встречу. Мы будем с вами заниматься 30-31 практикой работы от паники, агорафобии и навязчивых мыслей до самого работы с мышлением, работы над своими эмоциями, над той причиной, которая является вашей проблемой. Осталось еще три места, поэтому, пожалуйста, звоните, успейте приехать в Санкт-Петербург на двухдневный семинар. С 10 до 18 мы будем этим заниматься. Будем говорить о вегетососудистой проблеме, мы будем говорить о практике. Что же делать со страхом, когда о вас подумают плохо, что же делать с паникой, что же делать с целым, с эмоцией гнева, стыда, злости, вины, как принимать решение. Давайте вернемся к нашим сегодняшним героям, к двум вопросам. Первое по поводу внутренних конфликтов. Я хочу вам объяснить очень простую, четкую концепцию, чтобы вы поняли, что невроз – это эмоциональная форма реагирования и поведения. Бывает так, что… Давайте проще. У вас есть два варианта. Вот если вы имеете панические атаки, фобии, страхи, вегетативные проявления, у вас есть два варианта, в котором должен разбираться ваш консультант. Либо у вас есть локальный внутренний конфликт в каких-то сферах жизни, сейчас я приведу пример. Либо у вас есть общее невротическое искаженное мировоззрение вашими убеждениями. Пример. Ко мне обратилась девушка с жалобой такой. Год ее мучают панические атаки, год ее мучает вегетативная дистония, и год она ищет в себе какое-то заболевание. Она то боится за горло, то боится асфиксии, то боится описаться, то боится потерять контроль. В общем, много чего она боится. Выясняется, что это началось у нее через три месяца после свадьбы. Видите, люди звонят. Через три месяца после свадьбы с парнем, с которым она провстречалась около года до этого. И в процессе нашей с ней занятий она говорит о том, что где-то уже через два месяца после свадьбы ее стали посещать такие мысли и такое эмоциональное состояние, что она как-то поторопилась. Но что-то она недовольна тем, как это все у нее происходит. Проще говоря, она начала жалеть о том, что она вышла замуж. Я не помню сейчас подробностей, что там происходило не так с этим мужем, с этим парнем. Но тем не менее, это были ее эмоции и ее слова. Но с другой стороны, она говорила следующее. Как же теперь я сделаю шаг назад? Что скажут его родители? Что скажут мои родители? Как это будет выглядеть? И это же получается, я через три месяца разведусь. Что же я такая за скотина? А что он обо мне подумает? Ну и так далее. То есть, вот дорогие мои, вот он вам наглядный, простой внутренний конфликт. Сердце человека говорит, не мое, я хочу уйти, что-то я лоханула. А голова, состоящая из убеждений, говорит, я не должна, это ужасно, что обо мне подумают, как это будет выглядеть и так далее. Вот вам самый простой, банальный пример, чтобы понять, что такое локальный внутренний конфликт. И этот пример вы можете масштабировать на работу, на отношения и так далее. Это первый вариант развития неврозов. Понятно вот это? Второй вариант. Локального внутреннего конфликта может не наблюдаться в каких-то сферах. Но в целом девочка или мальчик жалуются на панику, на страх, на навязчивости, страх заболеть шизофренией, на диреализацию, на вегетативные проблемы. Но локального какого-то внутреннего противоречия может и не наблюдаться. Но все равно его симптоматика образуется исключительно из-за того, что он в целом на мир, на себя и на окружающих смотрит либо очень предвзято, либо очень тревожно, либо очень самопоражающе. Это понятно? Отлично. Отсюда я сразу перехожу к вопросу девушки о том, что она не знает смысл жизни и должна понять, в чем ее предназначение. Вот послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Огромное количество пациентов, которые ко мне обращаются, примерно описывают такую картину. Здравствуйте, у меня депрессия, потому что я потеряла смысл жизни, я не знаю, что сделать, я должна как-то найти себя, я не могу себя найти, я сижу дома, ничего не делаю, я сижу на старой работе, или я поняла, что мне это не нравится, и я вот сижу и думаю, как понять свое предназначение. Кому это знакомо? Кто пытается найти свое предназначение, понять? Отлично. Теперь поднимите руки, пожалуйста, кто считает, что он от этого плохой, ему надо быстрее стараться, если он быстрее найдет свое предназначение, он быстрее реализуется. А кто себя за это гнобит и создает депрессию от этого? Вот теперь послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Вы создаете свою депрессию от того, как вы думаете о том, что вы не знаете, чем заниматься, и что вы не знаете, куда идти. Это первое. Но самое интересное в следующем. Вам кажется, что сидя дома на диване, вы должны сначала понять ваше предназначение, понять то, что ваше, сказать, о, я понял, и пойти и начать это делать. Катастрофическая ошибка. Потому что правда заключается в том, что вы сначала, не зная никакого предназначения, не зная никаких склонностей, тупо начинаете действовать. Сначала здесь попробовав, тут попробовав, тут попробовав, и только в этой дороге перебора вы будете способны найти то, что вам понравится. Большинство пациентов сидят и думают, что они сначала должны понять, а потом начать действовать. Абсолютная не ошибка. Пока ты не переберешь разных людей, я не побоюсь этого слова, работ, профессий, попыток, встанешь, упадешь, ошибешься, еще попробуешь, еще, ты не поймешь. Это касается, вот я читаю лекции для менеджмента, это касается и менеджеров, это касается и бизнесменов, это касается и просто быта. Вы не сможете понять, что вам нравится, если вы будете сидеть и не пробовать. Но представьте себе, что вы сидите дома и говорите, я хочу полюбить какой-то экзотический фрукт, но я не знаю какой. Пока ты не купишь и не найдешь несколько экзотических фруктов, не попробуешь их, не посочетаешь их с какими-то блюдами, ты не поймешь. Большинство людей считают, что они сначала должны понять, а потом действовать. Сначала вы должны действовать, а потом вы должны и сможете понять. И только через много-много вот этих вот переборов ты скажешь, все-таки мое, это дизайнерское искусство, графический дизайн, это все-таки мое, я поняла, я попробовал официанткой, и вот тут я поняла, что это мне нравится. А другая бы девочка сидела дома, я должна понять мое предназначение, черт, я не знаю свое предназначение, чем же заняться. Сначала займись, перепробуй и поймешь. Все это поняли. И последнее, тоже из вопросов, которые задают ВКонтакте. Алексей, я тренирую когнитивную терапию, но у меня все идет не так активно, как я бы хотела. В чем может быть ошибка? Ошибка может быть следующая. Первое, ты не веришь в те аргументы, которые ты себе объясняешь. Не веришь потому, что ты не можешь самому себе объяснить, что это не так. Здесь нужно консультироваться со своим консультантом, чтобы он исправлял ошибки. Поэтому я и создаю группу сопровождения для тех, кто хочет продолжать консультироваться по этому поводу. Второе, вторая ошибка, какая может быть, и самая главная. Вы считаете, что просто сидя дома, с вашей красивой фитнес-попой на диване, твердя некую рациональную конструкцию, изменится все в вашей жизни. Это не так. Многое изменится, но если вы хотите изменить себя в целом очень глобально, вы должны понять, что есть обычная, правильная история. Новая форма мышления должна неминуемо приводить к новой форме поведения. Если ты мыслить начал по-новому, то ты не должен мыслить, вести себя по-старому. Например, если ты понял, что паническая атака не страшна, если ты понял, что это не смерть, ты должен пойти и сделать. Например, спровоцировать или прилижить ее, или в то место, где это было. Если ты понял, что это тебе не опасно и ничем не грозит, ты должен туда пойти и это сделать. И повторить это несколько раз. Если ты научился принимать чужое мнение и так далее и тому подобное, ты должен пойти и начать практиковать, например, доклады или публичные выступления. Если ты понял какую-то рациональную идею и ага, у тебя случилось, ты должен пойти и это отработать. Многие сидят и только толдынят. Например, на сидит в маршрутке и говорит, было бы лучше, если люди не перерывали за меня, но я понимаю, что ничего страшного в этом нет. Но по-прежнему остановите на следующий, пожалуйста. Что? На следующий остановите. Я рационально мыслил на что-то, как-то у меня все вот так. Ты должна четко для себя понять, что если ты мыслишь рационально, что мне по барабану, что мне подумают, я не могу понравиться всем, потому что, чтобы я не сделала, кто-то кому-то понравится, кому-то нет, кто-то меня не заметит. А даже если кому-то я не понравлюсь, это меня не убьет. Остановите на следующий. Что? На следующий. Вот если вот так вы начнете действовать, новая форма поведения должна рождать новую форму мышления, новую форму поведения, тогда вы забудете про вашу проблему. Пишите ваши вопросы в ВКонтакте. Я жду всех в Санкт-Петербурге 30-го, 31-го. Мы все это в личном ВКонтакте. Будем отрабатывать 17 часов, два дня подряд. Вы не пожалеете, приходите, получите призы и подарки. От меня по полтаем, обсудим каждого, кто захочет глубоко, кто захочет не очень. Но в целом, я вам гарантирую, вы получите огромный заряд знаний, огромный заряд практики, огромный заряд мотивации. Поэтому, ребята, я вас всех жду в Питере 30-го, 31-го, но обязательно заранее мне звоните, пожалуйста, на телефон 495-201-53-19, записывайтесь, и я вам гарантирую, вы будете за эти два дня прокачаны так, как вы хотели. Спасибо вам, увидимся в Санкт-Петербурге 30-го, 31-го мая. До встречи, пока. Пока.